Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. И сегодня я хочу поделиться с вами своим вот таким вот жизнерадостным красивым букетом Хоризонтем паучков. Вы делились со мной в комментариях, какие бы цвета вы хотели увидеть в моем букете. Я все-таки приняла решение, что нужна еще одна зеленая, но с более темным оттенком, и, конечно же, желтенькая, потому что желтый цвет очень солнечный, жизнерадостный, поднимает настроение. Ну и сейчас как раз лето, цвет солнца. Вот в этой желтой у меня три оттенка желтого. Конечно же, может быть, это сложно заметить, но я думаю, что если присмотреться, вы увидите, самый темный у меня идет в центре, затем далее у меня он уже остается только вот здесь на кончиках, и потом идет светлый-светлый, и вот самые светлые, как вы видите, два последних ряда, но небольшие вкрапления уже средне-желтого, скажем так. Теперь, опять же, сначала я покажу вам свою самую первую красавицу, вот такая вот Хоризонтемка, которую я сделала из смеси светло-светло-зеленого и темно-зеленого. Такие вот листочки красивые у нас, вот с этой стороны желтенькую я вам тоже покажу. Ну и, конечно же, я сделала вот такую вот красавицу с темно-зеленым цветом. Тоже, как вы видите, серединка у меня более темная, но о краях уже сама Хоризонтема светлеет. Вот такая вот красота у нас получилась. Ножки можно опустить чуть-чуть. Поближе покажу. Поближе покажу. Я поставила их вот в такую вот красивую вазу. Тут еще декоративная веточка у меня. Чашелистики покажу. Ну, чашелистики, чашелистики все видят, правильно? Чашелистики всем видно, пожалуйста, смотрите, чашелистики. А как в желтой Хоризонтеме переход цвета там? Да, в желтой, да, в желтой вот как раз-то вот именно, да, вот здесь вот как раз-то видно переход цвета. А, кстати, вот это вот желтый, самый такой бледный, это чешский бисер. Желтенький, очень красивый. Это вот гелевый желтый бисер как раз-то. Вот что-то я здесь близко взяла. Ну, я считаю, что букет получился очень красивый, очень насыщенный цвета, жизнерадостный и очень натурально выглядящий. Как вы видите, у меня очень много вот таких очень красивых двухцветных листочков. Обмотка стебельков ниточками. Мулили. Да, вазочки вот такие вот на дне у меня камушки. И мы раскладывали их с доченькой, внизу темно-темно-синие, потом они уже светлеют к центру и наверху беленькие. Имитация водички. Вот такая вот чудесная ваза, я ее нашла чисто случайно в магазине, она достаточно тяжелая. Посмотрите, здесь такая вот дутая капля. Это ваза тяжелая, то есть она идеально подходит для таких увесистых тяжелых цветов, как вот эти натуральную величину хоризонтемы из бисера. Они достаточно тяжелые. А листочки теперь покажи, близко-близко? На листочке здесь разные, что же их показывать-то, близко-близко. Вот листочки, близко-близко. Когда работа аккуратная, можно и очень близко показывать. Ну, хорошо, близко показываю. Для обмотки я выбрала вот такие вот ниточки, они больше такому каливковому зеленому, нейтральный цвет, очень мне он понравился. И мне действительно очень нравится сочетание. Мне кажется, выглядит действительно очень натурально. Можно было, конечно, добавить еще две хоризонтемы. Я посчитала, что это лишнее, потому что я впоследствии хочу собрать какой-нибудь букет вообще вместе с другими цветами. Я посмотрю, что будет красиво смотреться. И, как вы видите, по высоте самая высокая у меня вот темно-зеленая, а желтая она самая маленькая у меня хоризонтемка получилась. Покороче. Чуть-чуть покороче, да, чуть-чуть совсем. Здесь вот я немножечко так изогнула стебельки. Ну, вот так вот мне понравилось. И давайте я совсем издалека. Ну, я думаю, что, наверное, достаточно, да, еще раз для другого видео, потому что то вы видели у меня всего одну хоризонтемку, вот светло-зеленую слева, а теперь вы можете лицезреть и мои все хоризонтемки, и желтенькую, и темно-зеленую. Ну, что ж, я надеюсь, что вам понравился мой радостный, натурально выглядящий букет хоризонтем пауков, паучков. И мастер-класс, конечно же, будет на моем канале. Не пропустите. Мастер-класс будет состоять из двух частей. Первая часть будет посвящена плетению непосредственно соцветия, цветочка. Но во второй части вы узнаете, как плести вот такие вот красивые листочки. Ну, и быстренько пройдемся по сборке. А на этом все. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.